Финальная лекция будет посвящена расцвету и закату отечественного дореволюционного кино. В первую очередь хочется сказать о том, что расцвет начался еще в 1909 году, с того момента, как начали строиться первые специальные здания для демонстрации в них кинофильмов. Как я уже в прошлый раз говорила, самым первым был построен в 1909 году на Арбатской площади электротеатр, как они тогда назывались, художественный. Причем, надо сказать, что он сразу стал очень популярным, и в него любили ходить и студенчество, и интеллигенция московская. Кроме того, сами кинематографисты выбрали вот таким местом, где они проводили свои премьеры и многие мероприятия кинематографического мира. Но настоящий бум по существу строительства новых кинотеатров начался в 1912 году. И вот в 1912 году, например, здесь, это здание вы прекрасно знаете, напротив Елоховского собора стоящего, сначала открылся электротеатр на втором этаже в здании, существующем уже с конца XIX века. А буквально через два года это здание было перестроено, этот электротеатр назывался Большой Елоховский, и, собственно, до нашего времени он дошел почти без изменений относительно того момента. В том же 1912 году был из разнообразных лавок, стоящих на месте, на Таганке перестроен, построен по проекту архитектора Геллериха электротеатр «Вулкан». В тот момент вход был с Садового кольца, зал там был не очень большой, ну а уже в 70-е годы XX века, как вы сами знаете, это здание вошло в комплекс, так сказать, театр на Таганке, и мы можем видеть фасад этого здания и сейчас. А уже в 1913 году Абрахам Гехтман, о котором я говорила в прошлый раз, который первым начал, так сказать, организовывать вообще синематографы в Москве, он затем занялся прокатным делом, в итоге на какой-то момент даже разорился и пошел в прокатный отдел фирмы Ханжонкова, но потом он как-то поднялся, поднакопил средства и занялся строительством электротеатра. И построил вот на площади Киевских ворот в 1913 году электротеатр «Унион», который мы все с вами знаем хорошо, но многие взрослые люди помнят это место как кинотеатр повторного фильма, очень популярный в Москве, но сейчас здесь театр Розовского располагается. В 1913 году опять-таки было построено, перестроено здание на Большой Ордынке, такой какой-то Купчихи-Скворцовой, под шикарный такой электротеатр, который назвали «Кинопалас» на 805 мест с ложами. Это было шикарное заведение, сейчас здесь находится филиал Малого театра. На Срейтинге был открыт кинотеатр «Уран», электротеатр «Уран» на тот момент, который и в течение всего советского времени действовал как кинотеатр «Уран». Ну а сейчас там очередное театральное пространство. Ну и не будем забывать, что в 1913 году, как я уже в прошлый раз говорила, Александр Алексеевич Ханжонков открыл на площади старых Триумфальных ворот свой электротеатр, который тогда назывался «Кинематеатр». Ну а в советские времена он менял массу названий, вот в данной ситуации он проходит под названием «Горн», но до наших дней, как мы в прошлый раз с вами говорили, он не дожил. Равно как и электротеатр, построенный в 1914 году, это электротеатр-форум, который опять-таки в советские времена действовал. На сегодняшний день, равно как и художественный, находится в пеленках, заколочен, и непонятно, в каком виде он нам наконец предстанет в какой-то момент. В том же 1914 году был открыт на Чистопрудном бульваре, построен специально по проекту архитектора Клейна, электротеатр «Колизей». Этот электротеатр нам всем с вами известен, в нем ныне располагается театр «Современник», уже очень давно, хотя он в советские времена тоже действовал как «Колизей» некоторое время. Ну, надо сказать, что все электротеатры, которые были открыты к этому моменту, стали популярны таким местом встречи. Вот тот же самый Гекман уже в 1915 году на Тверской открыл электротеатр под названием «Арс», который мгновенно стал практически самым популярным, перебил, так скажем, пальму первенства художественного. И до нас с вами дошло это здание до сегодняшнего дня. Там располагается уже давно театр Станиславского, а недавно там разместили, так сказать, вывеску, они сделали там такие совместные какие-то проекты, поэтому электротеатр «Станиславский» он сейчас называется, но и это дань не только прежним временам, но и нынешней функции в этом театре. Как я уже сказала, электротеатры стали открываться во множестве. На одной Тверской их было в большом около 10 штук, и Тверская, как я уже в прошлый раз говорила, была самой кинематографической улицей в Москве. Ну и электротеатры все стали таким местом очень быстро популярным, не только с точки зрения посмотреть кино, но и с точки зрения назначения свидания, отдохнуть. Дело в том, что в тот момент в электротеатры вход был бесплатный. В фойе играли музыкальные автоматы, другом лежали программки с сюжетами картин, которые должны демонстрироваться. На таких немаленьких эстрадах выступали куплетисты, исполняющие весьма скабрезные куплеты. В ту пору еще было популярно исполнять с этих подмостков еврейские анекдоты. Одним словом, публику привлекали как могли, с той целью, чтобы она все-таки, зайдя в фойе, в конце концов купила билет и вошла в кинозал. Но многие в итоге забегали в электротеатры зимой согреться от мороза, летом отдохнуть от духоты, какие-то разносчики, студенты. Многие назначали там свидания, и не всегда вполне невинные, потому что многие владельцы электротеатров привлекали представителей темной Москвы для того, чтобы они разрекламировали их вновь открывшийся электротеатр. С этой целью они давали, как их называли тогда, этим дамам бесплатные билеты, и господам сообщали адрес, в котором можно встретить подобных дам. То есть эти свидания уже были отнюдь не невинными. Но конкуренция росла, и, разумеется, все они предпринимали самые разнообразные усилия по привлечению зрителей. И, кроме того, поскольку бизнес стремительно развивался, то у кого-то получалось подняться, как у того же Гехтмана, и дела его шли очень успешно. Кто-то разорялся, кто-то искал к себе каких-то компаньонов. Одним словом, электротеатры теперь ходили из рук у руки, кто-то открывал, кто-то закрывал. Бывали даже печальные случаи. Например, владелец того же самого Колизея в 1916 году застрелился, оставив такую записку со словами «устал бороться». То есть не все выдерживали натиск нарастающего кинорынка. Ну и, разумеется, в эту пору активнейшим образом стало развиваться производство отечественных кинофильмов. Это происходило в большей части в Москве, как мы уже говорили в прошлый раз, и неразрывно связано с именем Александра Алексеевича Ханджонкова, разумеется. Как мы с вами уже говорили, он обосновался в Савинском подворье, но уже к 1912 году он построил свою фабрику на Житной улице и стремительно начал набирать, так сказать, обороты. В итоге к 1913 году он стал уже, так сказать, лидером в отечественном кинопроизводстве. Остальные все последующие годы пытались его догнать, и удалось им это только уже к концу дореволюционного периода существования кинематографа. Но, как писал тот же Ханджонков, что в 1913 году на экраны российские поступило какое-то небывалое количество иностранных западных лент. И, как он сам же писал, что несмотря на этот невероятный наплыв западной продукции, сквозь него пробивались еще маленькие ростки отечественного кинопроизводства, но уже ни один серьезный кинематограф, то есть кинетеатр, ни одна серьезная прокатная контора не могла себе позволить существовать без того, чтобы они не представляли на рынок отечественную кинопродукцию. Как писал уже в советские времена один историк кино, что продукция той поры была такая вся из себя буржуазная, выпускающаяся по требу публики. Были такие экранизации весьма примитивные учебников по истории Российской империи, выпускались какие-то, опять-таки, примитивные, буржуазные, играющие на чувствах, низменных чувствах людей, картины салонного такого содержания, экранизации песен, романсов. Ну, безусловно, как мы в прошлый раз говорили, например, в 1912 году была выпущена картина «Ключи счастья», которая действительно принесла колоссальную прибыль за счет скандала, и она действительно играла на низких чувствах публики. Но одновременно с этим можно вспомнить, что Хан Джонков еще в 1911 году выпустил фильм «Оборона Севастополя», который уж точно совершенно не работал на потребу публики, не говоря уже о новаторских методах съемок, которые он там применил. Ну и картина 1812 года, о которой мы тоже говорили, она вовсе даже не была, опять-таки, картины на потребу публики. То есть это все, конечно, зависело от многих обстоятельств, но тем не менее в эту пору появляются самые серьезные и разнообразные картины, включая, разумеется, и низкопоклоннические такие картины, и какие-то на низменных чувствах и буржуазные, действительно. Но если в сезон 1913-1914 года на русский рынок было выброшено колоссальное количество западных картин, то с наступлением империалистической войны, как они ее тогда называли, то есть в нашем понимании Первой мировой войны, все, ситуация в кинобизнесе резко изменилась, потому что как только было объявлено о войне, то сразу западные кинокомпании перестали, ну у них исчезла возможность поставлять сюда картины. Кроме того, все торгующие фирмы здесь, опять-таки, остались без дела, и в результате у отечественных кинопроизводителей открылось широчайшее поле деятельности. Но при этом война, естественно, потрясла всю страну, и, естественно, тот же и кинобизнес. Разумеется, все стали срочно снимать какие-то агитационные пропагандистские картины, хроникальные картины, причем делалось это в спешке, в это дело бросилось много новых людей. Были картины за славянский народ, битва, опять-таки, за славян и так далее. То есть пропагандистская тематика присутствовала очень активно. Ну и, разумеется, вся жизнь вообще в стране сильно изменилась, поэтому, разумеется, во-первых, был введен военный налог, особенно на любые посещения, ну, так сказать, на действия зрелищных каких-то мероприятий. Соответственно, начали дорожать билеты в кинотеатрах, но при этом, как писал тот же Ханжонков, публика шла, потому что, особенно в начале войны, публика шла. При этом одновременно начался у производителей картин пленочный кризис. Владелец фирмы «Кодек» сразу заявил о том, что он, так сказать, распродав буквально в первые месяцы все свои запасы, что поступлений новых не ожидается, и любые заказы он не гарантирует в их исполнении. Но при этом владельцы синематографов объединились, так сказать, стали открываться, был открыт лазарет имени кинематографии, так он назывался, в Екатерининском институте, он был организован. А сам Ханжонков, например, в этот момент открыл у себя в Савинском подворье, в своей собственной квартире лазарет на 20 коек. При этом, как он писал, что на что только мы тогда не платили, какие налоги и на какие же пожертвования. И на табак в окопы, и на помощь раненым, и на, соответственно, содержание лазарета, и в Красный Крест. Одним словом, количество пожертвований было колоссальное. На этом фоне, разумеется, все равно продолжались съемки отечественных картин. И на самом деле, если, например, в 1910 году, в тот момент, когда прошло всего два года после выхода первой отечественной картины на экраны, было выпущено в целом по России 30 картин, в 1911 году их было выпущено уже 72, а в 1914, вот как раз с наступлением этого бума, их было выпущено уже 330. То есть, это говорит само за себя, кинематографы развивался стремительнейшим образом. Разумеется, началась между ними конкуренция. И при этом, надо сказать, что Ханженков отмечал всегда, что, несмотря на весь его процветающий бизнес, всегда строительство новой фабрики, каких-то лабораторий, организации нового электротеатра, все это покрывалось доходами от иностранного дела, как он это называл. И в 1913 году у него, например, была прибыль 150 тысяч рублей в целом по фирме. Это колоссальные деньги абсолютно на ту пору. А 100 тысяч из этих 150 приходилось как раз на продажу иностранных картин. И все остальные фирмы на самом деле поддерживали свое существование именно торговлей и продажей разнообразных картин. Но, естественно, с наступлением Первой мировой войны эта ситуация начала меняться. С другой стороны, они, конечно, стали значительно больше зарабатывать на собственных картинах, потому что уже не было столь большой конкуренции со стороны западных кинокомпаний. Мы в прошлый раз говорили о таком продюсере Тимоне, организаторе еще одной фирмы, который как раз к 1912-13 году всеми силами боролся за то, чтобы догнать Ханжонкова и попытаться даже его перегнать. Но с наступлением Первой мировой войны дела у него стали резко хуже. Во-первых, это было связано, конечно, с тем, что и он, и его компаньон Рейнгарт были то, что называется российскими немцами, они были немецкими подданными. Ну, естественно, поскольку они были все равно за Россию, они как раз стали снимать очень много агитационных картин. При этом у них параллельно, например, выходила картина «Дворянское гнездо», которое ставил Гардин, вполне себе такая достойная картина, как отмечала публика и журналисты. Но постепенно он начал как-то нервничать, суетиться, я бы так сказала, и начал очень гнать постановку всех своих картин. В результате он даже стал поступать в известном смысле непорядочно. Узнав, что Ханжонков затевает экранизацию и постановку картины «Война и мир», он тут же бросился снимать такую же картину сам, и при этом начал страшно гнать свои съемки, работали там у него все день и ночь, для того, чтобы опередить Ханжонкова. Он опередил его буквально на неделю. В результате Ханжонков вынужден был назвать свою картину «Наташа Ростова». Ну и, соответственно, поскольку он опоздал с выпуском своей картины, то в коммерческом отношении картина Тимона была значительно более успешна. Демонстрировалась она везде. Вот здесь вот есть, вы видите на афише эту как раз картину, и это фотография из Нижнего Новгорода, с ярмарки в Нижнем Новгороде. Но к тому моменту, когда все это начало бурно развиваться и стремительно развиваться, то, разумеется, уже возникло такое понятие, как «Оважание артистов». А возникло оно, разумеется, раньше. Поначалу все восхищались западными кинозвездами. Была такая очень популярная звезда Аста Нильсон. Но и не говоря уже о Максе Линдере, который был невероятно популярен, Чаплин и Мастер Киттен еще не появились на нашем экране. Но и первой и главной кинозвездой, конечно, в российском кинематографе стал Иван Ильич Мажухин. Причем, надо сказать, что поскольку он работал в фирме Ханжонкова, Ханжонков всю дорогу применял какие-то новаторские методы. И именно у него на фабрике на самом деле появились те самые русские кинозвезды. И он вырастил целую плеяду, скажем так, очень серьезных режиссеров, операторов, не говоря уже о научном отделе и так далее. То есть Ханжонков творил свое кино и как раз вместе с Иваном Ильичем Мажухиным. Ну, на самом деле Иван Ильич Мажухин оказался в кино, в общем-то, можно сказать, не случайно, потому что родился он недалеко от Пензы, в Пензе учился в гимназии. И уже учась в гимназии он увлекся театром и даже выступал, будучи гимназистом, не только в любительских, но и в таких профессиональных спектаклях. А в 1907 году он отправился в Москву, вроде как поступил на юридический факультет университета московского. Однако тут же быстро увлекся театром, поступил даже в такую разъезжую труппу такого антрепренера и режиссера Задорожного. И это же самое Задорожное что-то ставил на сцене Веденского народного дома, где, собственно, и встретился Иван Ильич Мажухин с группой Ханжонкова. Ну и, конечно, первый успех к нему пришел не сразу, безусловно. Прославился он как раз впервые в 1911 году, когда они сняли... Ну, во-первых, была выпущена научно-популярная картина фирмы Ханжонкова под названием «Пьянство и его последствия», где Мажухин Иван Ильич, вот сложно себе представить это, однако он сыграл пьянчушку такого, докатившуюся абсолютно до дна, поразил публику своим умением перевоплощаться. И тогда же он в 1911 году исполнил роль адмирала Корнилова в картине «Оборона Севастополя», о чем мы в прошлый раз еще говорили. При этом он был в жизни таким франтом, всегда, как вспоминал тоже Вертинский, его всегда называли пижоном, и другой человек, его современник, знавший его, говорил о том, что если в жизни он был, с одной стороны, пижон, с другой стороны, не очень, так сказать, примечательный, то на экране он был невероятно выразительным, при этом он быстро постигал искусство именно кино, но он, конечно, стал известен не как театральный артист, так как кинематографический артист. В отличие от многих других артистов, он был весьма сдержан в своих каких-то движениях, жестах, очень аккуратно этим пользовался, но у него были невероятно выразительные глаза, и сейчас существует такое выражение у кинематографистов, его, то, что называется, любила камера. Она его действительно любила, и он стал очень быстро популярен у публики. При этом он снялся в кредитировой сонате, там же у Ханжонкова, где исполнил роль скрипача, и с этой картиной он стал действительно очень известен на рынке кинематографическом. В 1914 году, когда уже наступила война, стали популярны съемки картин с нескольким инфернальным содержанием, где герои были такие садистки, маниакальные какие-то персонажи. И вот он сыграл в подобной картине, которая называлась «Жизнь за смерть» такого доктора, который убивает свою возлюбленную с целью забразумировать ее труп, чтобы сохранить ее невероятную красоту. Но вот в подобной роли он был тоже очень убедителен, и стал он, конечно, невероятно быстро очень популярным. Ну и, разумеется, он снимался очень много, и Петр Чердынин, который пришел вместе с ним в фирму Ханжонкова, ставшей впоследствии режиссером. Одна из последних картин, которую снял Петр Чердынин с Мажухином в фирме Ханжонковой, я имею в виду, это была картина «Дети Ванюшина». И это была единственная картина, на самом деле, в которой снимались две звезды той поры отечественного экрана и фирмы Ханжонкова, это Мажухин и Вера Холодная. Но картина, по мнению самого Ханжонкова, была неудачной, однако она запомнилась, так сказать, публике именно тем, что вот эти две самые крупные звезды дореволюционного кино снимались в одной картине. Но в 1915 году Мажухин покинул фирму Ханжонкова, о чем я скажу чуть позднее. А тот же Ханжонков вспоминал о том, что в 1915 году, вот как раз когда шла борьба за первенство съемка картины «Война и мир», они столкнулись с тем, что у них в фирме нет артиста, который мог бы исполнить роль князя Андрея. И при этом Петр Чердынин, который ставил эту картину, все уже подготовил, а артиста нет. В результате спешных поисков они нашли и пригласили на съемки исключительно театрального артиста, у него не было на тот момент никакого опыта съемок в кино. Это был Витольд Альфонсович Полонский, артист Малого театра. И надо сказать, что он справился с ролью невероятно удачно, и сразу полюбился публике, и в итоге он оставил театр и стал действительно звездой отечественного кино, причем его часто снимали очень в таких ролях героев-любовников. При этом в ту пору, на самом деле, уже ситуация изменилась давным-давно, и стали в кино приходить серьезные артисты, в том числе, например, и Вера Пашеная, которая была первой женой Витольда Полонского, и Алиса Коунин где-то снималась. В 1915 году, например, и Федор Иванович Шаляпин снялся в картине «История царя Ивана Грозного». Одним словом, уже серьезные люди стали приходить в кино, и пригласила фирмы Ханжонкова еще такую, на самом деле, солистку Большого театра, балерину, «Веру Каралли». И вот они снимались с Полонским как раз в таких салонных мелодрамах, и оба были весьма популярны, хотя, конечно, Каралли долгое время работала у Ханжонковой, была популярной актрисой, но слава, безусловно, Веры Холодной, ей было никак не затмить. А в 1915 году фирма «Пришла Вера Холодная», как вспоминал тот же самый Ханжонков. И сразу, так сказать, как он писал, что ее где-то обнаружил среди статистов режиссер фирмы Ханжонкова Евгений Францевич Бауэр. Но история ее прихода в кино на самом деле весьма какая-то неоднозначная. Хотя я склонна верить другой версии абсолютно, которую изложил тот самый Владимир Гардин, о котором я уже говорила в какой-то момент. Он на то время работал в фирме Тимона Рейнгард. И вот в 1914 году, в 1915 уже, к нему пришла, вернее так, он сидел у себя в кабинете в студии фирмы «Братьев Патте» на Тверской Емской улице. И перед ним эта улица представала, и вдруг его помощник, весьма такой экзотический, абсолютно кинематографический персонаж, который на все отвечал по поводу отсутствия либо актера, либо реквизита, либо еще чего-то, он всегда отвечал одной и той же фразой. «Сию минуту бреется». Так вот именно этот человек вдруг внезапно обратил внимание Гардина на то, что улицу пересекает красивая брюнетка. Гардин про себя подумал, что красивых брюнеток и блондинок к ним приходит невероятное количество, ну как всегда, так и сейчас это происходит на любых кастингах и так далее. Она пришла, в ту пору они снимали Анну Каренину, и он, так сказать, рискнул снять ее в крошечных, бессловесных эпизодах. Когда он посмотрел материал, он про себя, так сказать, подумал, что ничего не выйдет. Ну, красивая, ну и слава богу. Но он все-таки показал эти пробы, эти съемки владельцу фирмы Тимону, на что тот сказал, что нам не нужны красивые женщины, нам нужны актрисы. Однако Тимон, несмотря на это, дал ей рекомендательное, так скажем, письмо, как раз к тому самому Евгению Францевичу Бауэру, работавшему в фирме Уханженкова. И она туда пришла. В ту пору они снимали, вот этот Евгений Францевич Бауэр, в ту пору они собирались снимать по произведениям Тургенева такую картину под названием «Песня торжествующей любви», где нужна была в кадре невероятно красивая женщина, так сказать, вызывающая всеобщее восхищение. А Бауэр, надо сказать, его карьера в кино складывалась с того, что он начинал работать художником. И во всех своих последующих картинках, когда он уже стал режиссером, его всегда очень интересовала художественная часть, так сказать, картин. Очень любил освещение, очень чувствовал тонко, так сказать, какие-то художественные натуры. Поэтому он среди многих пришедших барышень, ну, правда, она была, конечно, с рекомендательным письмом. Короче, сразу он почувствовал в ней какой-то потенциал невероятный. И убедил Ханжонкова, что они могут ее взять на роль вот в этой песне «Торжествующей любви» на главную роль. Она была на тот момент никто дебютанткой. И как раз в этой картине ее, так сказать, партнерами стали уже известный тот же самый Витольд Полонский. И такой Осип Рунич был тоже достаточно популярный в тот момент артист студии Ханжонкова. В итоге картина получилась очень удачной, и «Вера Холодная», что называется, проснулась знаменитой, в прямом смысле этого слова. То есть мгновенно она покорила публику. И как впоследствии, например, рассказывал, писал Каплер, Алексей Каплер, известный наш сценарист, такой кинодеятель. На ту пору он был мальчишкой, когда он ходил в кино, в основном на какие-то идущие тогда боевики. И совершенно не понимал, почему публика пытается, так сказать, ломиться на какую-то там «Веру Холодную», что это такое, вообще непонятно. В какой-то момент он пробрался в электротеатр, стал смотреть на экран в таком скучном ожидании невероятно скучной мелодрамы. Но в тот момент, когда он увидел ее на экране, то, как он сам писал, с ним произошло что-то невероятное, и он уже не мог оторвать от нее глаз. Мало того, когда она, так сказать, исчезала с экрана, то он бесконечно ждал ее появлений. И одномоментно мальчик, то есть это подросток, это даже не молодой человек еще, стал поклонником «Веры Холодной». То есть она стала невероятно действительно популярна с самого начала своей карьеры. Ну и дальше она стала сниматься в картинах, но я при этом не рассказала про ее, так сказать, предварительную судьбу. Она родилась как бы в Полтаве, когда ей было два года, семья переехала в Москву. И она на самом деле всегда увлекалась искусством, балетом, даже попросила родителей отдать ее в балетную школу. Но там она занималась год и вернулась в гимназию. И на гимназическом вечере, выпускном, она познакомилась с молодым юристом Владимиром Холодным, за которого очень вскоре вышла замуж. Это произошло в 1910 году. В 1912 году она родила дочку, причем роды у нее были тяжелые, ей было врачами запрещено рожать в течение ближайших лет еще кого, ребенка. И тем не менее Владимир Холодный убедил ее, и они удочерили еще одну девочку по имени Нонна. В итоге к началу Первой мировой войны у Веры на руках были две дочери, плюс еще сестры жили с ней. Владимир Холодный с началом войны ушел на фронт, а вот как раз Вера, оставшись одна, начала ходить по этим кинопробам и оказалась в фирме Ханжонкова. Она очень интенсивно сниматься стала сразу, но в 1915 году пришло известие о том, что Владимир Холодный ранен. И она отправилась к нему туда на фронт, где-то это было под Варшавой, там за ним ухаживал. Потом они, видимо, приехали в Москву, и она, не успев, так сказать, что называется, с корабля на бал, отправилась на съемки в Сочи. Холодный, немножко поправившись, снова отправился на фронт, а она погрузилась в работу очень интенсивно. И они в ту пору сняли картину под названием «Жизнь за жизнь», которая стала прорывом, на самом деле, в отечественном кинематографе, это 1915 год. Это была первая картина, на которую публика записывалась для того, чтобы, так сказать, посетить киносеанс. Такого до этого не было. Причем про Веру Холодную ходили всякие, даже не легенды, это были факты. В Харькове, например, при демонстрации картин с ее участием были вынесены двери, разбиты окна. Ну, в общем, короче, начался действительно бум, касающийся Веры Холодной. Ну, и приблизительно в ту же пору, когда уже Вертинский вернулся с фронта, он был санитаром, долго работал Александр Вертинский, который был с ней знаком. И по его некоторым утверждениям, я сама читала в книжке, что он читает, что именно он привел ее в кино. Хотя ни в одном месте нет никаких упоминаний о том, чтобы Александр Вертинский снимался, у кого бы то ни было. Если и снимался, то явно в каких-то эпизодах. Так вот, именно он дал ей имя королевы экраном и посвятил ей ряд своих романцев. Одним словом, Вера Холодная действительно стала королевой экраном. Ну, а бизнес, разумеется, весь этот процветал, но помимо верхушки, как обычно, руководящего состава, и не говоря уже об артистах, были люди, безусловно, работавшие на средних должностях и в кинотеатрах, и на студиях. И даже в те годы вышла такая статья в газете о том, назвавшая вот этих вот людей, так сказать, второго звена жертвами кинематографа. Почему такое было дано название? Еще там назывались владельцы кинофабрик и кинематографов, так сказать, господами, а все эти жертвы кинематографа назывались рабами. Но это было действительно не случайно, потому что самые низкие были заработки, например, у контролеров, которые, естественно, уже в тот момент появились. Причем в их обязанности входило дежурить и работать в течение целого дня. В будние дни они работали, как правило, с пяти вечера до двенадцати ночи, а в выходные это продолжалось с двух часов где-то до двенадцати, опять-таки, ночи. При этом практически без прерыва и будучи еще при этом помимо контролера таким мальчиком на побегушках. При этом получали они 12-20 рублей в месяц. Это по тем временам очень маленькие деньги. Разумеется, они были не одиноки в этом отношении. В ту пору, разумеется, стала очень активна такая профессия, как топер. То есть, на самом деле, озвучание картин стояло ребром попытки сделать кино звуковым с самого зарождения. На самом кинематографе появлялись. И, например, на фабрике у Ханчжонка выявились работы на эту тему периодически. Однако, все первые опыты запускать картину параллельно с звучанием граммофона не давали никаких серьезных результатов. И в течение энного количества времени, конечно, главным человеком, который озвучивал картины, это был топер. То есть, музыкальное сопровождение. Но надо сказать, что в разных электротеатрах, уровень разных электротеатров, там были топеры представлены очень разного уровня. В таких маленьких провинциальных электротеатрах играли какие-то любители. Причем у всех сложилась такая какая-то негласная система, что они, когда демонстрировались какие-то видовые картины, в этот момент они играли в вальс. Когда демонстрировались комедии с погонями, с трюками, с драками, в этот момент игрались непременный голоп и какие-то полечки. А вот когда дело доходило до салонных мелодрам, тут они кто во что гораст, у кого на что, так сказать, фантазии хватало. Но при этом стали приглашать постепенно более-менее профессиональных людей в этом отношении. То есть, учащихся в музыкальных училищ и некоторых нуждающихся дам, обладающих музыкальным образованием и умеющих играть. Но при этом барышням и дамам платили, как водится, в ту пору меньше, чем мужчинам. Потому что барышни-таперы получали 35-40 рублей, а мужчины-пианисты получали все-таки 60-70. Вы чувствуете разницу для тех времен существенную. И лишь крупные электротеатры могли себе позволить оркестр нанять. Причем уже серьезные, так сказать, оркестровые музыканты. Скрипач, например, получал 150-200 рублей. Серьезный пианист получал 150-200 рублей. Оркестр из шести человек стоил 750 рублей. Но это могли себе позволить не все электротеатры, безусловно. Вот, например, у Ханжонкова на Триумфальной площади в электротеатре у него как раз был оркестр. И музыкальное сопровождение было очень серьезное. Но они все, разумеется, были очень разного уровня. А со временем получили такие, их еще тогда называли иллюстраторами картин. Так появились среди них даже своего рода звезды, имя которых было написано на афишах перед той или иной программой. Это были уже люди, так сказать, с музыкальным образованием, вполне себе серьезные музыканты. Хотя и они, естественно, страдали тем, что штампами, так сказать, какими-то пользовались. Ну и, разумеется, в ту же пору где-то появилась и цензура. На самом деле первая цензура возникла еще в 1908 году. Когда, как я уже рассказывала, было засилие парижского жанра, и первые, так сказать, указы по этому поводу выпускались цензурные. Но тогда же был создан цензурный комитет, который, так сказать, следил за тем, что демонстрировалось на экранах. При этом были выработаны такие правила, например, запрещалось снимать в качестве каких-то персонажей в картинах представителей царской семьи. По этому поводу делались крайне редкие исключения. В тот момент, когда, например, снимали картины в честь 300-летия дома Романовых, тогда было сделано послабление. Кроме того, церковная цензура вошла очень серьезно, и сенот, и духовная цензура запрещали, во-первых, чтобы на экранах демонстрировались и изображения Христа, и Богородицы, и, соответственно, лики святых. Кроме того, все обряды были запрещены к экранизациям, любые какие-то проводящиеся церковные службы в любых конфессиях христианских были запрещены к экранизации. Со временем, уже в 1910 году, начали запрещать еще и экранизацию Ветхого, Нового Завета. Плюс ко всему запрещалось экранизировать, например, вообще касаться темы где-либо проходящих каких-то революций. Кроме того, запрещалось рассказывать о тяжелом положении рабочих. Уже позднее, например, была запрещена у Ханженко картина похороны Столыпина и так далее. То есть, цензурный комитет весьма серьезно, так скажем, действовал в ту пору. Ну и, тем не менее, фирмы развивались, безусловно, и конкуренция между ними обострялась. При этом, как я уже сказала, если в 1914 году было выпущено 330 картин, то в дальнейшем каким-то образом все-таки, например, они избавились от пленочного кризиса, картин стало сниматься еще больше. В 1916 году было снято рекордное количество картин в отечественном кино, их было снято 500 штук. Причем это являлось четвертью от всей его объема выпущенных до революции кинокартин. То есть, это говорит о том, что фирмы действительно процветали, но, однако, в 1915 год, например, фирме Ханженко стал таким несколько переломным, потому что ситуация начала меняться. Уже к тому моменту, во-первых, открылась фабрика у Ермольева, кроме того, со временем вскоре появился и Харитонов на нашем небосклоне, на Московском. И вот в 1915 году произошла первая потеря фирмы Ханженкова, когда от него ушел Иван Ильич Мажухин. Причем он ушел не из финансовых соображений, а у него было уязвлено артистическое самолюбие, потому что Чердынин, затевавший какую-то новую постановку, пригласил на главную роль не его, а артиста театра Корша. И Мажухин без всяких дальнейших объяснений ушел из фирмы Ханженкова и перешел в фирму Ермольева. Но надо сказать, что 1915 год, как писал тот же Ханженков, стал для него годом таких потерь. В 1915 году внезапно скончался режиссер, с которым он начинал свою интенсивную кинопроизводственную деятельность, Василий Гончаров. Причем скончался он внезапно от разрыва сердца, и накануне буквально он еще готовился к предстоящим каким-то съемкам. Ну и в 1915 году от него ушла Вера Холодная. Причем она ушла уже после того, как к Харитонову, который появился, как я уже сказала, в ту пору в Москве, уже построил фабрику, и начал перекупать интенсивнейшим образом и артистов, и режиссеров в разных фирмах, то, соответственно, он предложил как раз Чердынину, режиссеру, и Полонскому, и Витольду, о котором я уже говорила, перейти к нему, он их перекупил реально. И глядя на то, что ушли ее, так сказать, партнеры и режиссеры к Харитонову, Вера Холодная тоже согласилась перейти к Харитонову. Ну и, конечно, кроме того, к тому же Харитонову ушел еще такой артист Максимов, который работал в ту пору в фирме Тимона и Рейнгарта, был тоже очень популярный. В итоге Харитонов выпустил в 1916 году картину под названием «У камина», которая была снята как раз тем же самым Петром Чердыниным, в котором участвовали три звезды. Это, соответственно, Максимов, Холодная и Полонский, что было для остальных кинематографистов такой новостью, когда целых три звезды снимаются в одной картине. И эта картина стала таким бумом очередным, принесла невероятный успех и, естественно, и артистам, и самой фирме Харитонова. То есть потихонечку начали обгонять, хотя еще, конечно, не обогнали Ханжонкова и конкурирующие фирмы, но, тем не менее, уже позиции его начали теряться. Кроме того, он в тот момент уже стал на самом деле глубоко больным человеком, потому что у него был ревматизм, приобретенный, я подозреваю, на съемках еще обороны Севастополя. То есть сначала он ходил на, так сказать, хромал, потом он стал ходить с палочкой, а в 1915 году он уже был на костылях. И в какой-то момент он стал уезжать, приезжать в Ялту, потом он вернулся все-таки в Ялту. И если 1915 год был еще таким годом, или это 16-й, таким процветающим, но потихонечку ситуация стала меняться. Хотя «Вера холодная» в тот момент снималась невероятно много, и в среднем она снималась по три картины в месяц. А причем в связи с тем, что уже после революции интенсивно уничтожалось кино, ленты, снятые в дореволюционную пору, то, соответственно, мне трудно сказать вообще, в скольких картинах снялась «Вера холодная». Ну и поджимать начал позиции фирмы Ханжонкова и Иосиф Николаевич Ермольев, к которому как раз ушел Иван Ильич Мажухин. И, кроме того, к нему же перешел и Яков Протазанов, который работал у Тимона и Рейнгарта. Дело в том, что после вот этой немыслимой гонки, когда Тимон снимал «Войну и мир», от него ушли многие люди, в том числе и Яков Протазанов, перешел к Ермольеву. И вот в этот период фирма Ермольева начала, так сказать, быстро догонять позиции ханжонковские. И было выпущено в 1916 году экранизация «Пиковой дамы», о которой я в прошлый раз говорила. Ну и, кроме того, в 1918 году была выпущена картина под названием «Отец Сергий», которая стала такой знаковой картиной, визитной карточкой дореволюционного отечественного кино. И она стала демонстрироваться и в Европе тоже, но и вошла во все учебники по отечественной кемиатографии. И сыграл роль отца Сергия тот же самый Иван Ильич Мажухин, который невероятным образом перевоплотился. Он, конечно, был, помимо, так сказать, выразительной внешности, он был действительно очень серьезным артистом, который не только с помощью грима добивался подобных артистических результатов. Вот это Яков Протазанов, с которым они поставили эти совместные картины. Ну и конец 1916 года был еще более или менее таким эффективным с точки зрения работы всех киностудий и так далее. Но надо сказать, что постепенно все-таки начались чувствоваться последствия войны. Подступала разруха постепенно. В Москве начался энергетический кризис. То есть электротеатры не могли работать постоянно, не говоря уже о том, что съемки тоже невозможно вести без электричества. И хотя, например, Хан Джонков уехал в какой-то момент в Ялту, от дела его здесь вела его супруга, которая, так сказать, весьма серьезно руководила работой его кинофабрики. Однако на всех сказывалась меняющаяся ситуация. Мало того, если в начале войны публика, несмотря на подорожание билетов, ходила, конечно, в электротеатры, то уже постепенно, особенно с наступлением 1917 года, когда разруха действительно подступила окончательно, и билеты стали дешевые, стали вдвое дороже, а дорогие стали просто недоступны, простой люд на самом деле перестал посещать кинематограф. И сборы стали очень сильно падать. То есть начался такой вот одновременно, с одной стороны, быстрый такой взлет в 16-м году, и тут же быстрый закат. При этом на этом фоне тот же Ермольев процветал, и, как я уже рассказывала в прошлый раз, в 1917 году, несмотря на то, что за окном происходило бог знает что, он праздновал юбилей, когда он наконец сумел победить и обогнать фирму Ханжонкова. При этом надо сказать, что поскольку Александр Алексеевич Ханжонков был, конечно, первым во всех кинематографических делах Москвы, России, то он, ну это мое мнение такое, он к тому моменту, когда вот все эти вновь образовавшиеся фирмы наконец стали набирать обороты, он уже стал таким зубром и по существу стариком в этом деле. И, как обычно, старики уступают место молодым. То есть они действительно начали наступать ему все на пятки, а особенно тут же Ермольев, который был молод, успешен, умен, и который все время, тем не менее, учитывал опыт того же Ханжонкова. Одним словом, в 1917 году многие фирмы отправились в Крым. Сначала туда уехал Ханжонков на постоянное место жительства. В Москве происходили всякие митинги, особенно когда наступила февральская революция, то здесь митинговали все подряд. Опять-таки начали выпускаться какие-то картины на злобу дня. Митинговали в том числе и кинематографисты, в том самом электротеатре ARS уже. Одним словом, ситуация начала, так сказать, очень обостряться. При этом опять-таки наступил пленочный кризис, они начали организовать какое-то собственное общество. В общем, в итоге Ханжонков, например, все это бросил, уехал в Ялту. И там стал создавать свою собственную киностудию уже в Ялте. К этой мысли он пришел еще раньше, в 1915 году. В 1917 году он купил там участок и начал этим активно заниматься. Вести из Москвы до него доходили весьма, так сказать, относительно. Но в 1917 году, когда он туда отправился, в Ялту, еще там какие-то съемки у него происходили, у него произошло очередное несчастье в его компании. Умер тот самый Евгений Францевич Бауэр. Причем умер внезапно, неожиданно. И это, конечно, послужило большой трагедией не только для Ханжонкова, а для всех людей, знавших его. Он был таким, судя по всему, любимым всеми коллегами, человеком, не говоря уже о том, что он очень талантливым режиссером. И вот как писал тот же Ханжонков, что особенно летом 1918 года в Крым стали съезжаться многочисленные кинематографисты. Прибыл туда, соответственно, и Ермолев, например. И на каком-то этапе прибыл туда и Харитонов. Ялта, так сказать, кипела появлением разнообразных кинематографистов, плюс ко всему, параллельно, безусловно, шла же гражданская война, уже начались изменения. В 1918 году, после наступления, так сказать, уже после того, как совершилась революция, был создан такой кинокомитет, но сначала не было объявлено о национализации всех кинопредприятий. Однако кинематографисты от той самой разрухи, от энергетического кризиса и от всех прочих бедствий отправились таки в Крым. В том числе и Харитонов со своей компанией отправился в Крым. Сначала в Крым, а потом переехал в Одессу. Причем буквально по дороге, когда они ехали в Крым, где-то подхватил ТИФ Витольд Полонский, и буквально по приезде их на место он скончался. То есть они потеряли одного из своих главных персонажей, не говоря уже о том, что это в принципе трагедия в столь молодом возрасте, успешном, вдруг раз и умер. Но и Харитонов в итоге обосновался в Одессе, а не в Ялте. Там быстро построили какие-то павильоны, они начали снимать интенсивно там свои картины, и даже выпустили несколько картин, которые стали очень такими успешными на ту пору. То есть жизнь как бы продолжалась. Все происходило параллельно. В одних местах то белое, то и красное. Здесь эти снимают кино. То есть какая-то фантасмагория на самом деле происходила в ту пору. И вот там они давали в какой-то момент вся труппа Харитонова давала благотворительный концерт для раненых, для воинов, на котором выступала Вера Холодная. Дело происходило уже поздней осенью. Выступала она в легком платье. Там она простудилась, но ко всему прочему в ту пору бушевала вообще во всем мире на самом деле. И, разумеется, в России тоже так называемая испанка. То есть то, что мы сейчас с вами называем гриппом таким. Очень серьезная была эпидемия. Одним словом, непонятно, то ли она просто простудилась, то ли это действительно была испанка, которую она переносила очень тяжело. И заболела она уже в начале 2019 года. И в феврале 1919 года она умерла, проболев совсем недолго, где-то неделю. Как писала ее сестра, что неизвестно, зачем мы вообще поехали в эту Одессу. И, может быть, если бы не поехали, то все было бы нормально. Но, однако, случилось то, что случилось. Как писал тот же Ханжонков, что самой популярной картиной того времени стала ее картина, которая называлась «Похороны веры холодной», на которой собралась вся Одесса при большом скоплении народу. Ее похоронили. Она была загримирована, красиво одета. Ее похоронили на первом христианском кладбище в Одессе. Но потом, уже позднее, уже в 30-е годы, собирались перевезти ее останки в Москву. Но судьба подарила ей весьма незавидную участь, потому что по дороге в Москву этот гроб, останки ее были утеряны. Неизвестно, где находится ее прах. Мало того, на месте бывшего этого кладбища в Одессе со временем сделали парк. Но относительно недавно в Одессе все-таки на этом месте установили некий такой мемориальный знак, опамятующий о смерти веры холодной в этом городе. В Москве, кстати сказать, нет ни единого ни памятника, ни мемориальной доски, посвященной вере холодной. Ну и, соответственно, тогда же перебрался вместе с группой Ермольева в Крым и Иван Ильич Мажухин. Причем Ермольев быстро там обосновался, посмотрел на то, что Ханжонков уже создал свою, так сказать, кинофабрику. Он точно так же купил, только уже на Поликуровском холме, еще один участок с еще более живописными видами на Черное море, с отличным воздухом, с чудесными пейзажами. И там начал снимать. То есть, надо отдать должное, Ермольеву он очень чутко наблюдал за действиями Ханжонкова, и шли они, что называется, нога в ногу. Но в 1919 году была объявлена наконец о национализации отечественного кино, и это было уже действительно таким крахом. И мало того, еще там в Ялте менялись власти регулярно, и, соответственно, в 1920 году тот же Ермольев вместе со всей своей труппой эмигрировал, включая, естественно, и Ивана Ильича Мажухина, они эмигрировали во Францию в результате. Надо сказать, что Ермольев там организовал свое дело, а потом впоследствии была еще организована на базе его уже созданной студии, такая студия «Альбатрос», которая сыграла очень серьезную роль в становлении французского кинематографа. И Мажухин стал со временем звездой именно европейского кино. Но поскольку мы говорим о нашем отечественном дореволюционном кино, то я не буду рассказывать все дальнейшие судьбы их. Так вот, Ермольев с Мажухинами эмигрировали. Через какое-то время на самом деле уехал и Ханжонков, который со временем вернулся. Но они не только в Москве оставили о себе две фабрики, которые ставили основу Мосфильма, но и в Ялте, известной всем Ялтинской киностудии и бывший филиал студии Горького на Поликурском холме, это тоже наследство, оставленное этими двумя людьми. Одним словом, таким образом закончился отечественный кинематограф, и дальше, дореволюционный, и дальше уже началась совершенно иная судьба, но на базе всего того, что создали эти люди. Ну и в финале мы тут подготовили некий ролик, который представит фрагменты из кинокартин той поры. Но это вот с Денька Разин, первое отечественное кино. мы, разумеется, без звука это все тут подготовили. Причем, что касается игры топеров, то как раз современники говорили о том, что в тот момент, когда топер, ну, например, на минуту останавливался, закурив сигарету, для того, чтобы закурить сигарету, сразу кинематограф представлялось действительно немым, по-настоящему немым, и как будто уже изображение куда-то исчезало. То есть влияние музыки, конечно, и вообще озвучание было невероятно серьезным. Ну, собственно, как и сейчас. Поэтому, конечно, совсем немое кино существовать, наверное, никогда бы не смогло. в набежавшую волну, видимо, сейчас будет бросать. При этом, как вы помните, когда я рассказывала про демонстрацию этой картины, она шла в сопровождении оркестра. Это все было так очень серьезно. Равно как и оборона Севастополя демонстрировалась в Московской консерватории в сопровождении оркестра и, мало того, еще и шумовых эффектов, которые тогда впервые были применены. То есть, тот же Ханжонков на самом деле в течение многих лет пытался придумать что-то под части того, чтобы кино стало звуковым. Но все опыты, которые на ту пору были, они все-таки не были реальными. Хотя в 2014 году было продемонстрировано первый звуковой, так сказать, состоялся киносеанс в том же художественном электротеатре, где были показаны какие-то английские такие скетчи десятиминутные. и они шли как раз действительно в сопровождении звуковом, нормальным, синхронным. На публику произвело серьезное впечатление, и даже в ту пору начали все спорить о том, что одно раз появилось звуковое кино, то зачем же нам ходить в театр, и театр отомрет. Но эти споры бесконечны на самом деле. То театр отомрет, то кино отомрет, которое заменит телевидение. На самом деле, все по сей день существует, и то, и другое, и третье. Но вот даже эта картина демонстрирует то, что отечественная кинематография развивалась действительно стремительным образом по сравнению с той же первой картиной. Это, конечно, уже абсолютно другого уровня кино. Хотя с нашей точки зрения современной это казалось бы ничего особенного, но вы представьте себе, что они все изобретали на ходу. То есть никто же не знал, как это делать. Они все изобретали на ходу и придумали все на ходу. Мало того, например, должность помощника режиссера тоже придумал Хан Джонганов. Он даже писал в своих воспоминаниях о том, что на каком-то этапе, еще в начале своей кинематографической деятельности они столкнулись с тем, что артисты выходят в следующую сцену в каком-то другом костюме. В результате назначили человека, помощника режиссера, который стал записывать костюмы у артистов, всех артистов, которые в следующем еще будут сниматься. И, как писал тот же Хан Джонганов, что со временем к этим обязанностям у этого человека прибавилось еще десятки других, и стало совершенно непонятно, каким же образом мы до сих пор обходились без этой чудесной должности. Иными словами, вот я еще раз повторяю, эти люди придумали все. При этом за 10 лет, начиная с 1908 года, который мы сейчас видели, заканчиваясь по существу в 18-м, за 10 лет была создана индустрия в полном абсолютно объеме. И именно на эти созданные мощности пришел советский кинематограф, который впоследствии отринул все, что сделали эти люди, уничтожал их картины, не вспоминал их имена. И по сей день на самом деле ими и Хан Джонганова, и Ермолева известно крайне малому количеству людей. Хан Джонганову установлены памятники в Ялте, где он скончался уже в 45-м году. Ермолев просто во многих справочниках был тогда обозначен белый мигрант, но не просто белый мигрант, а ярый враг СССР. Одним словом, память об этих людях, конечно, нам нужно сохранить, потому что без них Бог его знает, к чему бы пришел отечественный кинематограф. А это первая пиковая дама еще фирма Хан Джонганова. То есть они на самом деле почти все экранизировали такие наиболее популярные произведения литературные по нескольку раз и разные фирмы кроме того это делали, в частности как «Война и миры» и Тимон. Кстати, не сказала по поводу Тимона, который в 17-м году вернулся из Уфы, куда он был сослан. Поправить дела ему не удалось, и он отправился опять-таки вместе со всеми в Крым, начал там агитировать разных артистов, уехать вместе с ним за границу, что он и сделал. Впоследствии он еще некоторое время работал, сначала в Париже, потом в Германии, а дальше его следы затерялись. Что касается Ермолева, то он дольше всех на самом деле продержался в профессии, он даже работал в Голливуде, в Голливуде он и скончался уже в 1962 году, и там он всегда, он там даже построил некую свою кинофабрику, представьте, все в Голливуде уже там это было уже в 40-е годы, и тем не менее всегда пытался снимать картины на, так сказать, русскую тематику. Ну а Ханчжонков ненадолго уехал в эмиграцию, но довольно быстро вернулся, в 23-м году его пригласили сюда, так сказать, отечественные кинодеятели, для того, чтобы он вроде как поспособствовал восстановлению молодой советской кинематографии, он вернулся и начал работать даже, причем был создан какой-то трест, который очень быстро лопнул кинематографически, их обвинили в какой-то финансовой растрате, который, естественно, Ханчжонков не имел никакого отношения вообще, но, однако, он попал под суд, в итоге он остался без работы, он уехал в Киев, там долго мыкался, причем имейте в виду, что этот человек в тот момент был прикован к инвалидной коляске, еще уже с 1917 года в той же самой Ялте он находился в инвалидной коляске, и поэтому работать он толком особенно нигде не мог, мало того, поскольку он был под судом, он был так называемым лишенцем, такое было понятие в 20-е и 30-е годы в Советском Союзе, в итоге в 1934 году он обратился чуть ли не напрямую министру просвещения, министру культуры той поры, в общем, советским властям с просьбой дать ему какую-то работу, потому что он не в состоянии содержать ни себя, ни жену, а он очень болен, ему нужны лекарства, и все прочее, и так далее. В итоге ему выделили персональную пенсию, и доживал он свои дни в Ялте, причем он там застал, соответственно, когда была оккупация уже во время Второй мировой войны, немцы туда уходили, все это он пережил, он пережил и гражданскую войну в этой самой Ялте, и приход и белых, и красных, потом уже на Великую Отечественную войну, и умер он вскоре после победы, буквально через месяц, через два в той же самой Ялте, там и похоронен, и там существует два памятника, как я поняла, один на кладбище, а второй где-то рядом с Ялтинской киностудии, которая находится в самом центре города, рядом с известной гостиницей Рианда, ну, а, соответственно, вторая студия на Поликоровском холме Ермолевская, она была долгое время считалась действительно филиалом киностудии имени Горького, то есть детских и юношеских фильмов. Ну, вот по сравнению с этой картиной «Пиковая дама», картина Ермолевская и Протазановская, она уже, конечно, значительно более серьезно выглядит. да, ну, и можно еще рассказать, пользуясь случаем, про Ивана Ильича Мажухина, который вместе с Ермолевым отправился в эмиграцию, там Ермолев сначала создал по Франции свою собственную киностудию, собрал и приехавших артистов, и некоторые были французские актеры, и режиссеры приглашены, причем они действовали абсолютно почти на голом энтузиазме, им выделили какой-то такой достаточно пустой заброшенный павильон студии братьев Патэ, когда-то существовавшей там студии, они его весь переоборудовали и начали там снимать картины, и на самом деле довольно быстро достигли каких-то серьезных успехов в этом отношении. Вот уже Иван Ильич Мажухин как раз в этой самой «Пиковой даме», вот, и они там начали стремительно развивать этот кинобизнес, причем, как вспоминали уже в наше время некоторые французы, которые рассказывали о том, что, например, именно российские киномотографисты привезли туда принцип строительства декораций на таких вот на счетах и так далее, то есть стабильных больших разбираемых при этом декораций. На самом деле это так называемые фундусные щиты, которые были придуманы опять-таки при съемках еще в 1909 году на съемках какой-то картины в Крылатском на фирме Ханжонкова. К нему туда попал такой на ту пору он был художником, по-моему, в художественном театре или в каком-то из театров он работал в Москве, он оказался совершенно спонтанно на съемках у Ханжонкова, увидел, что у них полотнища растянутые на столбах болтаются и придумал в тот момент такие щиты, которые разбирались, собирались на нужную конфигурацию, располагались в разном направлении, которые легко было собрать и разобрать, и на них уже крепились некоторые полотняные такие ткани, которые были расписаны уже действительно серьезными декорациями. Впоследствии, уже, так сказать, после революционной эпохи, немцы несколько это дело переработали, назвали фундусными счетами, и все пользуются этими фундусными счетами по сей день, поверьте мне, я это видела, не подозреваю, что это было придумано тогда, еще в 1909 году. Кстати говоря, этот самый Михин со временем стал, он, естественно, поступил на работу в фирму Ханжонкова, был сначала у него художником, и, значит, постигал азы режиссеркой профессии, и именно его картина стала первой картиной, выпущенной под маркой, ну, еще тогда московской кинофабрики, а впоследствии Масфильма, вот это та самая картина «На крыльях высек», вышедшая в 1924 году, которая является датой рождения киностудии Масфильм. И на самом деле тоже Ханжонков, когда вернулся уже и стал работать, так сказать, вновь приглашен, он был таким назван консультантом, он, по существу, работал уже почти что в помощниках у того самого Михина, который когда-то был у него начинающим абсолютно персонажем. Вот. Ну, то есть судьба у них у всех, конечно, была невероятно такая яркая, стремительная. А что касается Мажохина, то уже после того, как Ермолев покинул Париж и вот эта студия «Альбатрос», которую они создали уже еще с одним компаньоном, таким Александром Каменкой, Ермолев оставил эту совместную компанию, уехал сначала в Берлин, потом в Голливуд, в конце концов, а студия «Альбатрос» продолжала действовать, и Мажохин весьма успешно снимался. Но затем успехи у него действительно были очень серьезные, особенно когда он снялся в картине «Каин», его стали приглашать, и он согласился, он отправился в Голливуд. Но в Голливуде он подписал ужасный контракт, который обязывал его сниматься в любой картине, которую предложит ему студия. Кроме того, его заставили сделать пластическую операцию носа. В итоге он снялся там в какой-то антисемитской картине, испортил себе репутацию. Ну вот «Молчи, грусть, молчи» это последняя практически картина, которую снимали фирма Харитонова там, как раз в Одессе, и снимал ее, соответственно, Петр Чердынин. Картина была при этом невероятно опять-таки популярна, это 18-й год, но тем не менее. То есть, как я уже сказала, все происходило одновременно. Ну и что касается, возвращаясь к Мазжухину, то его карьера в итоге в Голливуде не задалась, а когда он вернулся во Францию, то был уже, прямо скажем, забыт. Он уехал потом в Берлин, не очень успешно там снимался, потом вернулся во Францию, даже был у него опыт и какие-то режиссуры, но вернуть былой успех ему не удалось. К этому моменту он начал очень сильно злоупотреблять алкоголем, против которого он когда-то боролся в картине пьянства и его последствия. Ну и в 1938 году он с приступом скоротечной чахотки был помещен в санаторий и буквально через несколько месяцев он скончался в 1939 году. Был похоронен под Парижем, а уже в 1948 году его прах перенесли на кладбище Сен-Женьев-Дубуа в Париже. Вот таким вот образом закончили все эти люди свою кинокарьеру. Спасибо вам большое за внимание. Извините, что несколько задержала. Продолжение следует...